Добрый день! Дисциплина управления маркетингом. Девятая тема называется управление маркетингом на корпоративном уровне. Наша задача в рамках темы разобраться в существующей классификации и системе утверждения маркетинговой стратегии, рассмотреть подробную последовательность разработки продвижения товара на рынок и кратко остановиться на каждом виде маркетинговой стратегии предприятия. Маркетинговая стратегия – это форма планирования и осуществления работы предприятия, которая максимально учитывает все возможные аспекты, препятствующие реализации воздействия предприятия на окружающую среду. Сущность маркетинговой стратегии заключается именно в создании инструментов, направленных на достижение бизнес-целей. Маркетинговая политика призвана решить следующие вопросы. Во-первых, как сохранить бизнес и занять главные рыночные позиции. И во-вторых, как увеличить количество продаж и завоевать существенную долю присутствия в своей сфере. План действий иногда составляет на период до 25 лет, но чаще, особенно в малом и среднем бизнесе, планирование осуществляется на срок до 3 лет. Стратегия маркетинга представляет собой способ действия по достижению данной маркетинговой цели. В стратегическом маркетинге выделяют три основных уровня маркетинговой стратегии. Это корпоративные стратегии маркетинга, деловые и функциональные стратегии маркетинга. Особенности каждого из них мы рассмотрим ниже. Корпоративная маркетинговая стратегия заключается в разработке миссии, бизнес-целей и ценностей компаний. Такая общая стратегия маркетинга определяет вектор развития компаний и ассортимента, отражает основные амбиции компаний в отрасли и задает правильные приоритеты всей маркетинговой деятельности. Целью корпоративной стратегии маркетинга должно быть определение пути лучшего использования ресурсов предприятия для удовлетворения нужд рынка. После утверждения миссии и главных целей компании на рынке рекомендуется перейти к разработке деловых маркетинговых стратегий предприятия. Деловые стратегии маркетинга – это основа любой маркетинговой деятельности компании. Без них сложно правильно наладить управление работу, в частности, отделом маркетинга. Деловые стратегии маркетинга определяют характер взаимодействия компаний с рынком, устанавливают приоритетность распределения ресурсов и акцентируют внимание на увеличении прибыли компании. Данный тип маркетинговых стратегий позволяет взглянуть глобально на компанию, оценить ее возможности и правильно распределить ограниченные ресурсы для достижения максимальной прибыли. Выделяют три направления деловых стратегий. Это портфельные стратегии, которые позволяют достаточно эффективно решать вопрос управления различными сферами деятельности предприятия. Сущность этих портфельных стратегий заключается в ответе на вопросы, какое из направлений бизнеса является прибыльным в долгосрочной перспективе, какие товарные группы следует развивать, а какие направления лучше закрыть, так как они тянут компанию вниз. Второе направление деловых стратегий – это стратегии роста. Они дают возможность ответить на вопросы, в каком направлении развиваться предприятию, чтобы лучше соответствовать требованиям рынка, а также достаточно ли собственных ресурсов для этого или необходимы внешние приобретения и дифферсификация деятельности. Третье направление деловых стратегий – это конкурентная стратегия, которая определяет, каким образом можно облегчить предприятию конкурентные преимущества на рынке с точки зрения большого привлечения потенциальных потребителей и какую политику выбрать по отношению к конкуренту. Третье направление – это функциональные стратегии, которые представляют собой основные маркетинговые стратегии, позволяющие предприятию выбрать целевые рынки и разработать для них комплекс маркетинговых стратегий. Среди них первые – стратегии сегментации рынка. Они позволяют предприятию выбрать сегменты рынка, разделенные по различным признакам. Объектами сегментации могут являться потребители, товары и услуги, а также предприятия, конкуренты. Существует три стратегии сегментации маркетинга. Это стратегии недифференцированного маркетинга, стратегии дифференцированного маркетинга, а также стратегии концентрированного маркетинга. Второе направление функциональных стратегий – это стратегии позиционирования. Они дают возможность найти привлекательное положение продукции предприятия на выбранном сегменте относительно продукции конкурентов, а также в глазах потребителей. Выделяют семь действующих стратегий позиционирования. 1. Использование свойств товара или выгоды потребителя. 2. Позиционирование по цене и качеству. 3. Позиционирование по использованию или применению. 4. Позиционирование по потребителю. 5. Позиционирование по классу продукции. 6. Позиционирование по культурным символам. 7. Позиционирование по конкурентам. Третье направление функциональных стратегий – это стратегии комплекса маркетинга. Они представляют собой совокупность решений компаний по выбору товарной, ценовой политики, политики распределения и продвижения продукта. В рамках ассортиментной политики компания может выбрать следующие стратегии. На старом рынке со старым товаром может быть выбрана стратегия глубокого проникновения на рынок. Новый рынок и старый товар представляют собой стратегию расширения границ рынка. Старый рынок с новым товаром – это стратегия разработки нового товара, то есть расширение, разработка, освоение, выпуск качественно новых товаров для данного рынка. И, наконец, новый товар, новый рынок – это стратегия активной экспансии. Четвертое направление функциональных стратегий – это ценовые стратегии, которые делятся на несколько категорий. Первое – с ориентацией на издержки. Второе – с ориентацией на срок. Третье – с ориентацией на конкуренцию. Основные стратегии становления цен на товар или услуги будут следующие. Ценовая политика унифицированных цен может применяться в том случае, когда единая цена на товар для всех рынков и стран. Ценовая политика рыночных цен, то есть установление цены в зависимости от рыночных условий, конъюнктуры, спроса и предложений. Третье – ценовая политика на основе издержек, то есть определение цены на основе учета всех издержек и нормативной прибыли компании. Функциональный уровень маркетинговой стратегии предполагает разработку тактических действий для разных подразделений компании. На этом этапе разрабатывается или совершенствуется уже существующий маркетинг на предприятии. Таким образом, все рассмотренные стратегии – это основные маркетинговые стратегии, суть которых в объединении двух факторов – направленности на целевой рынок и конкурентные преимущества. Спасибо за внимание. Всего доброго.